Я посланник. Меня просили передать, что твое время пришло. Ты скоро умрешь. Отсчет начался. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алло. Не молчите. Мы не закончили. Ты поняла? Ты умрешь. Да пошел ты. После нападения в подъезде Ольга боялась вечером выходить на улицу. Ей всюду мерещился маньяк в купюшоне. Подруга посоветовала Ольге обратиться к бабушке. Мой муж Игорь видит вещи из сны. Месяц назад ему приснилось, что он сломал ногу, и он ее сломал. Представляете? Может, это просто совпадение? Нет. Наверняка нет. Что-то еще случилось? Пару недель назад ему приснилось, что его обокрали. На следующий день у него из кармана вытащили кошелек. И это еще не все. Ну, наверное, не стоит так убиваться из-за кошелька. За сколько там был денег? Да при чем тут деньги? Все гораздо страшнее. Позавчера ему приснилось, что на меня напали. И в этот же день вечером я еле убежала от какого-то мужчины в капюшоне. За вами гнался маньяк? Я не знаю. Он очень похож на маньяка. Потом он мне позвонил. Он знает мой номер, понимаете? Мне страшно. Вы можете мне помочь? Чем именно? К бабушке вы зачем пришли? Что вы от нее хотите? Чтобы твоя бабушка сказала мне, действительно ли мой муж видит вещи и сны? Или все, что происходит с нами в последнее время, просто совпадение? Сны твоего мужа не вещи. Аня, помоги мне. Что еще хотела узнать? Про маньяка. Я только что Аню про него говорила. Я слышала. Человека в капюшоне тебе опасаться не стоит. Ты его больше никогда не увидишь. Спасибо. Я уже не знала, что делать. Боялась домой возвращаться. Это не все. Тебе надо бояться того, кто рядом. Что? Я... Простите, я не поняла. Тебе надо опасаться кого-то из близких. Кого? Этого я пока не вижу. Что-то случилось? Так. Ольга не знала, как сказать мужу о том, что была у ясновидящей. Она не представляла, как Игорь к этому отнесется. Это из-за моих снов? Или ты боишься, что на тебя опять кто-то нападет? Нет, я этого не боюсь. Ясновидящая, которая сегодня была Нина, сказала, что его мне опасаться не стоит. И твои сны никакие не вещи. Молодец, бабка. Хоть кому-то удалось вправить тебе мозги. Я, между прочим, сразу тебе говорил, что твой маньяк никакой не маньяк. И еще она сказала. Увидела, что мне угрожает опасность от какого-то близкого человека. Оля, ты взрослая женщина, а все в сказки веришь. Оля, Оль, вставай, мы проспали. Мне через десять минут надо быть в офисе. Который час? С десяти девять. Сколько? Ты что, вчера будильник не завел? Да вроде заводил. Завел он. А что ты его не слышал? А ты? Я всю ночь не спала, в шесть утра только заснула. Не представляю, как я сегодня работать буду. Я тебе говорил, выпью успокоительное. А я тебе говорила, что я не пью лекарства. Сколько раз повторять? Ну а чего ты завелась-то? А ты сам? Коля, в конце концов, это несправедливо. Я тебе забочусь, а ты только орешь. Ольга чувствовала вину перед мужем и решила извиниться. Игорь, уж дай мне, пожалуйста, шарф. Голубой. А? Вот этот? Угу. Спасибо. Прости, что я на тебя накричала. Проехали. Ты правда не обижаешься? Правда. Скажи, что тебе сегодня снилось. Неважно. Пожалуйста, скажи, а то весь день буду мучиться. Ты сегодня ночью ворочался и что-то бормотал. Оль, я на работу опаздываю. Ну, пожалуйста, скажи. Твоя ясновидящая сказала, что мои сны самые обычные. Ну, мне просто интересно. Мне приснилось, что я попал в аварию. Что? Где твои ключи? Дай ключи. Поедешь на автобусе. Ты с ума сошла? Я за тебя боюсь. Это я за тебя боюсь. Все. Не пора. Пока. В обеденный перерыв Ольга выкрыла полчаса, чтобы забежать к подруге Лене в косметический салон. Как твои дела? У меня-то все хорошо. А вот у тебя, по-моему, не очень. Ты какая-то кислая, руки трясутся. Да? Не замечала. Оль, я на твоем месте попринимала бы успокоительное, но честное слово. И ты туда же. Ты же знаешь, что я не пью таблетки. Оль, ну что случилось? Я же твоя лучшая подруга. Да ничего. Извини. А кому звонишь все время? По работе? Игорю. Ему сон приснился, что он попал в аварию. Звоню ему, а он целый час не берет трубку. А вдруг он действительно попал в аварию? Был уже поздний вечер. Ольга не находила себе места. Муж так и не пришел домой. Игорь! Игорь! Ольга была счастлива увидеть Игоря живым и здоровым. Где ты был? Ну почему ты молчишь? Я тебе звоню, звоню, а ты не отвечаешь. Я уже думала. Я думала, я думала, ты в аварию попал. Игорь, ну почему ты молчишь? Я чуть не погиб. То есть? Ну, в общем, все произошло почти так, как мне приснилось. Я действительно попал в аварию. Через пару дней Ольге удалось отпроситься с работы. И она снова приехала к моей бабушке. Вообще, я пришла сказать, что твоя бабушка ошиблась. Сны моего мужа оказались вещами. В понедельник он попал в аварию, которая ему приснилась. Он чуть не погиб. И разбил машину. Машина твоего мужа цела. Машина твоего мужа в порядке. И в ней я вижу женщину. Белокурую женщину. Аня, помоги мне. Этого не может быть. Вы ошибаетесь. А если ты мне не веришь, зачем пришла? Простите. Я вам верю. Просто я пришла сказать, что в прошлый раз вы ошиблись. Ты номер машины своего мужа знаешь? Конечно. Аня, под Эпшину. С-650-СН. Это номер машины вашего мужа. Ольга была ошарашена словами бабушки. Получалось, что любимый муж обманул ее. Я буду спать в гостиной. Ты куда? Я буду спать в гостиной. Что-то случилось? Сам знаешь. Подожди. Может, ты все-таки объяснишь? Я была у Нины. Она сказала, что твоя машина цела. И в ней какая-то баба. Где? В машине? Хватит. Она видела женщину на пассажирском сидении. И машина не была повреждена. Значит, никакой аварии не было. Оль, ерунда какая-то. А авария была машиной в ремонте. Все. Я тебе больше не верю. На следующий день Игорь ждал Ольгу возле ее офиса. Оль, подожди. Оль, выслушай меня. Я вижу, машина цела. Ну, цела. Ну, в смысле, ее отремонтировали. Я так и подумала. Оль. Да чего тебе? Я только что из автосервиса. Мастер признался, что ездил на нашей машине встречать какую-то родственницу на вокзал. Но по времени совпадает, как раз, когда ты у Нины была. Это правда? Ну, конечно, правда. Какая я дура. Ну, придумывала себе. Игорюш, я так тебя люблю. Я не могу без тебя. Если ты мне изменишь... Ну, что за глупости? Оль, я тебя очень люблю. Поехали домой. Да что ж такое? Игорь, что происходит? Все нормально. Сначала ты яичницу на себя прокинул. Теперь вот чашку разбил. Тебе показалось, я в порядке. Тебе что-то приснилось сегодня? Ольга поняла, что ночью муж снова увидел какой-то страшный сон. Отойди. Тебе приснилось что-то? Игорь, что тебе приснилось сегодня? Не хочу. Игорь, прошу. Тебе не нужно этого знать. Игорь, не молчи. Мне приснилось, что ты умираешь. Что ты смертельно больна. Что? Ольга серьезно отнеслась к словам Игоря. За две недели она посетила нескольких врачей. Прошла полное обследование, но никаких болезней у нее не нашли. Она была совершенно здорова. Все. Я больше не буду ходить по врачам. Я здорова. Я не доверяю тем врачам, по которым ты ходила. Оль, я очень боюсь тебя потерять. Выключи свет. Хорошо. Но сначала ты меня выслушай. Я разговаривал с одним знакомым врачом. И рассказал ему про свой сон. Ну и? То, что другие врачи у тебя ничего не нашли. Игорь рассказал, что встречался со знакомым врачом. И тот предположил, что у Ольги железодефицитная анемия. Если не принять меры, то в организме может все разладиться, и человек может умереть. И он прописал тебе эти таблетки. Игорь. Ну, я знаю, что ты их не пьешь. Но, может быть, сделать исключение. Пропить курс. Но ради меня. Это абсолютно безвредное генеопатическое средство. Ты уверен? Врач сказал, что никаких побочных эффектов нет. Уговариваешь меня, как маленького ребенка. За маму, за папу. Ну, давай одну таблеточку. Доктор сказал, что нужно пить три. Что? Ну, это абсолютно безопасно. Оль, я тебя прошу. Раз, два, три. Ну, все? Ты доволен? Выключай свет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Оль, Оль, вставай. Оля! 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 Оля, ты чего, умерла? Оля, ты чего, умерла? Оль, Оля! Оля, ты чего, умерла? 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 Дай левую руку. Оля, ты чего, умерла? Редакон, он был рядом со мной. Сейчас объясню. На следующий день после визита к моей бабушке Ольга решила навести дома порядок и обнаружила кошелёк мужа, который, по его словам, был украден вскоре после вещего сна. Его же украли. Привет. Ты сказал, что кошелек у тебя украли. И это тебе приснилось. Сейчас все объясню. Хотелось бы. Вскоре после кражи кошелек подкинули в почтовый ящик. А паспорт и права вернулись за деньги. Просто забыл рассказать. Все так просто. Ну да. А ты что подумала? Ольгу смутило, что муж забыл рассказать ей о кошельке. Прошло еще несколько дней. Что-то мне уже спать хочется. Дай-ка пораньше. Угу. Таблетки выпила? Да. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Оль. Оля. Прошло несколько часов. Странно. Не ожидал меня увидеть живой? Что? Думал, я надышалась газом и умерла? Я не понимаю, о чем ты. Мне Нина все рассказала. Ты ясновидящий? Мне Нина все рассказала уже давно. Она видела, что ты именно тот человек, от которого мне угрожает смертельная опасность. Что за бред? Оль, я вообще-то люблю тебя. Не надо, Игорь. Я уже знаю все про вас с Леной. Я знаю, что ты и Лена, моя лучшая подруга, любовники. Именно ее Нина видела в твоей машине. Хотя объяснение про мастера вы придумали правдоподобное. Что за чушь ты несешь? Это не чушь. Вы уже давно с ней встречаетесь. А я вам мешала. Поэтому вы решили меня убить. Чтобы продать квартиру, а на вырученные деньги купить бизнес за границей. Оль, ты бредишь. Игорь, ты придумал про то, что у тебя вещи сны. И заставил меня в это поверить. Потом ты заставил меня поверить, что тебе приснился сон, что я смертельно больна. Так. Похоже, таблетки имеют все-таки побочный эффект. Поедем-ка в больницу. Не подходи. Оль, ты знал, что только так можешь меня убедить принимать эти таблетки. Потому что я никогда в жизни не принимаю лекарства. Я, конечно, поверила тебе, своему мужу, а не врачам. Оль, послушай-ка меня внимательно. Хватит, Игорь. Игорь, сначала ты мне давал пустышки, потом дал настоящее снотворное. И если бы не Нина, твой план бы сработал. Я выпила бы снотворное, заснула, а потом надышалась газом и умерла. Моя смерть выглядела бы как несчастный случай. Я не понимаю. Зато я все понимаю. У тебя есть пять минут. Ключи на стол, вещи твои собраны. Если ты не хочешь неприятностей, пожалуйста, сделай так, чтобы я тебя никогда не видела. Иногда бывает, что во снах к нам приходит подсказка, как решить ту или иную проблему. Такие сны мы называем вещами. Возможно, кто-то из ваших близких действительно видит вещи и сны. Такое бывает. Но будьте осторожны. Иногда случается, что вас обманывают и просто хотят подвести к какой-то мысли. Задумайтесь, бескорыстен ли тот, кто рассказывает вам о своих вещах в снах и предчувствиях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!